Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Я занимаюсь продажей и оформлением туров онлайн по всей России. И, конечно же, снимаю видеообзоры для того, чтобы мои дорогие туристы понимали, куда они едут, нужно им туда ехать, какой здесь вариант, какой здесь пляж, какой отель, какие номера и так далее. Сейчас я нахожусь в Дахабе, это и Гибрид, и, соответственно, у нас здесь с вами отель Софир. Пляж, в общем, все как обычно. Обычно по моей программе я сделаю вам свое резюме, и вы тоже будете понимать, подходит вам отель или нет. Отправляйте сюда или выбираем другое. Ну, давайте, друзья, изучим сначала территорию. У нас, смотрите, есть несколько размещений, сразу навигация, есть пляж, соответственно, рестораны, бассейн и блоки мест для проживания. Стиль такой интересный, тоже аутентичный, как вы видите. Посмотрите. Да, хороший отель, мне нравится такой вот стиль, и все современное, в том числе все и реновированное, и ухоженное, это очень хорошо. Отель такой с большой территорией, сейчас мы с вами по ней прогуляемся, конечно же, и я вам все покажу. Мне кажется, здесь пляж тоже должен быть шикарный, как и в соседнем относительно отеле, отеле Jazz. Да, друзья, пока идем, сразу скажу, что вы можете ко мне обращаться по турам, по любым. Соответственно, есть все туры в Египет, по ссылочке ниже, в описании, вы можете перейти на мой сайт, там вся есть информация, соответственно, по турам с вылетом, отдельно отели, все это есть. Можете написать мне на WhatsApp, если вам нужна консультация, я вам все объясню, расскажу, подберу отель именно для вас. Так что за этот вопрос не переживайте, все, естественно, официально, с договором, чеком, все как положено, друзья. Так что продолжаем смотреть выпуск до конца, мы все узнаем про этот отель, и вы сделаете свой вывод. Так, здесь у нас располагается бассейн, сейчас проверим. Ну, он без подогрева, но вот здесь они говорили, что сейчас такое время, что подогрев не нужно, солнце светит, и подогрев они не включают. А в целом, вообще, все бассейны в каждом отеле в Египте имеют подогрев. Вот, кстати, особо отмечу, вот, ездили мы по некоторым отелям в Дахабе, и некоторые отели находятся прямо на гористой местности, не нужно ходить, подниматься вверх, вниз и так далее. Здесь прекрасно, что все в одной плоскости, никуда подниматься не надо, и это очень круто. Смотрите, здесь все в одной плоскости, бассейны, дорожечки, можно идти как угодно. И вот мы подошли в часть детской зоны, здесь видите, есть площадка детская, и сразу за ней у нас есть бич-бар, и выходим, соответственно, на пляж, на котором расположены свои шезлонги. И сейчас посмотрим заход в море. Смотрите, сразу хочу обратить внимание, как следят за пляжем, видите, его постоянно подравнивают, убирают различный мусор, и это как бы тоже сразу в глаза бросается, потому что видно, что следят сразу за отелем и за его территорией. Здесь у нас, смотрите, такой бар, интересно, да, то есть можно спуститься здесь, посеять, или там, заказать чашечку или бокальчик чего-либо. Ну и вот непосредственно пляж. Даже посмотрите, какие загородочки, если везде сделаны, в основном, такие из дерева, точнее, бамбуковые, да, такие всякие разные, то есть такие добротные загородки стоят, интересные. Ну и, конечно же, также есть дайвинг-центр на территории отеля. Можно всегда обратиться за любыми программами. Ну что думаете, как здесь пляж? Угадайте. Он такой же, друзья, классный пляж, как и в соседнем отеле Джаз. Полноценный песчаный заход, ровненький, без камней, без чего-либо. Просто прекрасное место. Это Blue Bay, здесь самые лучшие пляжи считаются. Также здесь, смотрите, кайтинг развит, серфинг развит, то есть спокойно можно еще и здесь покататься, если вы это любите. Но отдельно по пляжу заострю внимание, потому что очень немного вообще в Египте хороших пляжей с хорошим заходом. И это как раз то место, где можно прекрасно приехать и поплавать, и особенно, конечно, с детьми. Я это сильно отмечаю. Хороший, смотрите, песочек мелкий, волны нету, все чисто, и никаких камней, ничего нет. Просто заходи и купайся, друзья. Отмечаю своим большим жирным плюсом этот отель. Обязательно сюда можно приехать. Цены, как говорил, все можно посмотреть на сайте. Ну и сейчас у нас остались номера, чтобы уже до конца понять, а не только где мы будем купаться, да, ну и где мы будем проживать, где мы будем ночевать в данном отеле. Да, ну по пляжу здесь все понятно, но хотелось бы спросить у местных, кто здесь живет, как вам здесь отель вообще с детьми? Как тебе отель? Нормально. Нормально? А вам как маме? Очень здорово, да, это на самом деле был хороший выбор. А вот так как первый раз с ребенком выбрали этот отель. Да, можно где есть планшетики? Ну понятно, детям только планшетики и нужны. Но пляж тебе нравится? А здесь смотри, как здорово песочек. Очень здесь здорово, да, и выбор с ребенком отличный был для нас. А что по питанию? Вот сюда, это сюда. За три дня привыкаешь. Сначала разнообразие вроде как увлекает, а потом находишь свои продукты. Ну все вкусно, да? Да, молодцы, хорошо. Нет, качество хорошее. Не все клубом, что? Тор все отличное. О, девчонки суперские. Молодцы, да. И они находят варианты, как общаться с детьми, которые не говорят на английском. То есть вообще супер. Персонал, да, отличный он. И все, что нужно, приносит номера. На самом деле, друзья, я частенько спрашиваю туристов. Никогда, ну не все хотят, конечно, на камеру, да, поучаствовать. Но я всегда спрашиваю туристов после того, когда посмотрю отель, как мнение, чего они думают, какие-то плюсы, минусы, да. Всегда такие моменты узнаю. Они, конечно, остаются не только в видео, но, соответственно, больше в моей голове. Эти все знания помечают, делаю. И потом, когда ко мне обращаются туристы, я всегда могу их вытащить, вспомнить, ага, здесь это, здесь это, здесь это. Потому что на видео все детали не передать, тем более, когда времени не очень много на съемке, да. Поэтому стараешься главное показать эту территорию, пляж, номера, а все остальное остается либо в записях, либо в голове, друзья. Так что обращайтесь, ссылочки вы знаете где. Итак, вот такие у нас номера, вот таких прекрасных, красивых домиков. Это делюкс. Посмотрите, все очень чисто, аккуратно, ярко. И вот, если честно, мне нравится вообще стиль этот. И запахи, друзья, классные. Смотрите, какая есть крутая штука. Вот просто оцените. Опа! Вот такая вот своя терраса. Со столиками, с своим гамачком. Можно вот так сидеть. И спокойно выпить кофе. Полюбоваться видами. Так что, прекрасный, друзья, отель. Прекрасные номера. Да, мне очень здесь все нравится. Так что, в таких вот домиках, такие номера, как вы видели, по всей территории они такие расположены. Стильно, точно, красиво, уютно. И внутри как бы классные, вот и запахи в том числе, и дизайн. Все чистое, свежее. То есть, этот отель у меня стоит только приятные впечатления. Пляж, конечно, опять же, тоже шикарный. Для Египта это просто шикарнейший пляж, когда нет ни камней, ничего. Видимо, какое-то время здесь была подготовка, да, какая-то. В том числе, я думаю, поубирали все. Сейчас это запрещено в Египте. И поэтому многие пляжи, они вот не очень выглядят. Потому что запрещено, скажем, изменять природные ландшафты, да. А здесь, видимо, так и было, скорее всего. Ну и плюс, может быть, еще дополнительное ранее почищили. И стало вот так. Так что, прекрасный отель с большой территорией для семейного отдыха. Особо, друзья, рекомендую. Если собираетесь отдыхать, приезжайте именно в этот отель. Не забудьте, что помимо моря, вот этого всего, у нас еще есть прекрасный вид на горы. Здесь, конечно, сейчас зима немножко ветрена. Но если мы идем вот там, по той территории, ветра практически нет. Только вот здесь, на побережье. Это family? Yes. Семейный номер у нас. Двухкомнатный. Специально, друзья, обошел. Вот family room. И, в принципе, во всех этих номерах есть гамачки и вот такие стульчики. Ну, красота же, согласитесь, да? Напишите в комментариях, нравится вам такие размещения. Я считаю, отличный отель. Плюс активности есть. Огромная территория. Можно ходить, гулять. Вот мне, считай, для семейного отдыха просто прекрасно. Ну, и не только для семейного. Можете здесь просто приехать, отдохнуть. Здесь, кстати, за территорией отеля есть инфраструктура. Потому что в некоторых отелях совершенно ничего нет. Здесь за отелем немножечко, ну, есть. Так, ну и у нас по плану обед. Поэтому я вам даже покажу, чем здесь кормят, друзья. Начнем с горячего блюда. Так что, кто сильно беспокоится, чем накормить, даже есть суп. Суп из тыквы. Так что, видите, вы здесь тоже накормите. Кстати, в Египте вообще, в принципе, за это не надо переживать. С едой все в порядке. Нет чего-то такого, там, возможно, какого-то суперострого или еще чего-то. То есть с едой все в порядке. Всегда есть все блюда, которые понравятся, как говорится, и взрослым, и детям. Это вообще не проблема, друзья. Ну, и, конечно, любители кофе. Вас ждет кофе-машина. Ну что, друзья, давайте сделаем краткое резюме по данному отелю. Отличный вариант, мне очень нравится. И я скажу главным образом, что в Дахабе это один из лучших отелей, потому что здесь есть спокойная, прямая территория. Она не на горах, да, то есть вам не надо никуда залазить, забираться и так далее. Здесь идеальнейший, классный, песчаный заход в море. И, как бы, чего в Египте действительно редко встретишь. По погоде, смотрите, здесь вот немножко сейчас ветерок. Я бы не сказал, что он прям холодный, но в целом комфортно. Но есть особенность какая. Если вы сюда поедете летом, здесь будет гораздо комфортнее, чем в Шарм-Аль-Шейхе. Там будет душно, жарко, то здесь будет максимально комфортно. Это место я бы сравнил, наверное, с Фуджери в Эмиратах. Там тоже, когда приезжаешь в Дубай, очень жарко, город, джунгли, все вот такое. А когда уезжаешь в Фуджеру, там максимально комфортно. И даже виды похожи. Посмотрите, как классно сочетаются горы, конечно, вот эти здания. Здесь вот видовая история, это точно. Потому что вот в Шарм-Аль-Шейхе тоже есть много интересных мест. Но вот пока я скажу, что мне вот здесь очень нравятся горы, море. Оно здесь совсем другими красками играет. Прекрасный отель и его территория. Кстати, все реновировано. То есть полностью все номера после ремонта. Классная фиршечка, заметили, да, это гамаки. Соответственно, когда выходишь из номера, вроде как бы мелочь, да, очень приятно. И смотрится круто. По питанию все прекрасно, все хорошо, друзья. Поэтому я прям рекомендую этот отель для семейного отдыха. Для комфортного семейного отдыха. Вы точно здесь отдохнете. Посмотрите, сколько много различных территорий. То со всем с малышами можете спокойно мамы с папами погулять на голясках. Так что, друзья, рекомендую этот вариант. Плюс дополнительно здесь Blue Bay бухта. Те, кто любит активности. Кайтсерфинг, виндсерфинг и так далее. Пожалуйста, это все рядышком. Также на территории есть, скажем, клуб, куда вы можете обратиться. И эти услуги все вам здесь предоставят. То есть, соответственно, если вы ранее катались, можете покататься. Если как бы только начали, тоже вам помогут научиться. Так что, друзья, рекомендую данный вариант. Спасибо, что вы смотрите все мои видео. Напоминаю, что я занимаюсь продажей френд-туров онлайн по всей России. Договор, чек, здесь за это не переживайте. Поэтому переходите ниже под видео. Либо напишите мне. Я вам порекомендую тот самый вариант, который вам подойдет. Или можете посмотреть на сайте все цены натуры. И, конечно же, в этот отель. С перелетом или без, это уже как решать вам. Я все могу для вас сделать, как положено. Спасибо еще раз, друзья. Ставьте лайки. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Травок. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok